Ну вот, пожалуйста, что происходит в центре города Героя Волгограда. Тем более люди звонили, жители дома, звонили в мэрию, обещали сегодня приехать все убрать. Вот результат. Вот это работа наших городских властей. Вот взять наших исполняющих обязанности руководства городом Волгоградом, да, и ткнуть лицом вот в эту свалку. Понимаете, потому что люди уже жаловались, уже обращались несколько раз, обещали сделать и ничего не сделали. И такие примеры повсеместно. По гаместь мы в городе Волгограде не изберем нормальную легитимную власть, нормального рабочего мэра, который будет заниматься городским хозяйством. Вот такой бардак будет всегда. В коммуникации теплосетей, когда они проходят по открытым местам, то лица без определенного места жительства, так называемые бомжи, они обрывают теплоизоляцию и греются здесь зимой. Конечно, проблему нужно решать в комплексе. Во-первых, нужно убрать эти открытые места. Для бомжей нужно соответствующие какие-то приюты делать, потому что, ну, почти везде, в каждом районе города, есть вот такие открытые места, где трубы по улице так проходят, и где ободрана теплоизоляция. Ну, вот смотрите, вот как только что мы подходили к мусору, и здесь так же спилили дерево, а бревна не убрали. Это все находится в центре города Волгограда, недалеко от Первой Продольной. Кто скажете по поводу вот этой мусорки, которая не убирается под домом, вот от администрации города Волгограда? Нам уже надоело говорить, что-то делать. То есть безобразие, да? Безобразие. Город неуправляемый сегодня, да? Да, и до этого неуправляемый. И до этого он неуправляемый. Не везет Волгограду с руководством города, да? Я вам скажу, только один человек может навести порядок в городе, это я. О! Да, это я могу навести порядок. Папко, моя фамилия, депутат областной думы. Депутат областной думы. Только, вот, я говорю, серьезно, я смотрю, кто рвется на должность, я говорю, я один, кто могу здесь, значит, но я не рвусь. В мэры, поэтому, к сожалению, конечно, но... Но мы знаем, что вы депутат областной думы. Да, поэтому, вот, я говорю, что не все депутаты сволочи. Вот мы тоже стараемся, хоть как-то помочь, да, хоть как-то помочь вам с платежками, с этими двойными разбираемся тоже. Сейчас, знаете, вот некоторые силовые органы крышуют эти платежки, эти вот всякие компании, которые занимаются этим нехорошим делом. Разбираемся сейчас с этим вопросом.